МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, раз ты ведешь программу «Хочу домой», рассказывай, хочешь ли ты домой после программы? Да, ну, как сказать, иногда хочу, иногда и не хочется, в принципе, можно и здесь посидеть, поболтать, зайти в кабинет к журналистам, в новости поболтать немножко, повеселить, рассказать об отпуске, рассказать о прошедшем отпуске, рассказать о предстоящем отпуске, о текущем отпуске. Ну да, у тебя отпуск случается каждые два месяца. Как не заходишь к нам в гости в кабинет, все время оттуда он вернулся, туда улетел. Да, ну, как-то так получается. А Наташи телезрители знают гораздо меньше. Как известно, телевидение – это айсберг, только 10% как-то визуально видны телезрителям, а остальные остаются как раз за кадром. И поэтому, Наташа, вопрос к тебе. Я знаю, что ты у нас стала цветоводом, заядлым. Расскажи, как появилось такое увлечение? Ну, каждое увлечение у меня появлялось, начиная с монтажа программ. То есть, когда я монтировала программу об искусстве, мне стали интересны театры. Когда у меня была программа «Мир увлечений», каждое увлечение она пробовала на себе, кстати. Да-да-да. Почти. Когда я монтировала программу о футболе, я стал разбираться в футболе. Когда я начала монтировать дачную программу, мне стало интересно все, что показывается о новых центрах, потому что там всегда так все красиво по сравнению с тем, что вырастает. Что все-таки красиво у тебя выросло сейчас на участке? Сейчас я горжусь чем? Ну, конечно же, гортензиями. Кактусы. У тебя же они высоченные, метельчатые гортензии. Полынь и подорожникам. Подорожникам и кактусы. Которые некогда полыть, да? Да. Которые, естественно, растут. Так, кроме гортензии, что у тебя там? Хвойники, я знаю, есть. Хвойники, да. Какие? Хвойники, красота всего участка. Туи, можжевельники. Ёлка с прошлогоднего Нового года. С корпоратива. С корпоратива, Сирен. Так, ну и я знаю, раз уж ты заговорила о том, что сразу увлекаешься тем, что приходится монтировать. Виталя, я знаю, что постоянно тебя вовлекал в какие-то авантюры. И однажды даже благодаря этому мужчине ты полетала на параплане. Расскажи, как это было. Когда они меня взяли на слабой и сказали, ну ты же боишься высоты, поэтому ты должна попробовать полетать. Я не так сказала. Я сказала, Наташа, я говорю, смотри, ты будешь монтировать, должна прочувствовать все, вот эти все ощущения получить, да? И попробовать сама, и ты уже сама будешь по-другому монтировать. Я говорю, давай, давай, вот садись, пожалуйста. Мы ее пристегнули, ее, чик-чик-чик, все, карабинчик, все, и она полетела. Полетал все, 2-3 минуты летала, минуты 3, минуты 3, минуты 3, было ор. Ты не стала заядлым парапланиристом? Нет. Боязнь высоты все-таки переборола. Ну а вот еще раз бы рискнула или нет, поучаствовала в этом? Сколько раз я, значит, коллектив нашей телекомпании и вот нашей конкретной телекомпании ввозили, полностью собирал, вывозил на аэродром, мы прыгали вместе все с парашютом, она так и не поехала. Наташа, ну это вообще не дело, параплан даже уже у тебя за спиной, а ты парашют какой-то... Она, нет, не поеду, я все равно... Это еще выше, чем параплан, это еще страшнее. Ну с другой стороны, да. И я знаю, что были у вас смешные истории, связанные с лошадьми. Вот, Наташа, расскажи мне свою историю. Опять же, благодаря Рылееву ты попала в эту историю с Рылеевым. Я, естественно, пытался завлечь коллектив, опять же. Это был какой-то конкурс? Это было соревнование между телекомпаниями, журналистов и как бы работников СПИ. И вот мы скакали, можно так сказать, на лошадях или мучили их. Придя на тренировку, меня посадили на такую лошадь двухметровую, здоровую. Она была уже после тренировки сама, лошадь, я имею в виду, потому что они профессиональны, на ней наездники скакали. И у нее ослабили подпругу лошади. Ну вот я на ней ездила, 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 ездила. И в какой-то момент лошадь посмотрела то ли на меня в зеркало, то ли на себя в зеркало. Чему-то испугалась и встала на дыбы. В общем, вместе с седлом я съехала. Вот так вот, аккуратно съемки. Ну травмы никакой не получила? Все обошлось? Нет, нормально, вижу, живая. Ручки, ножки двигаются. Ну и Виталий была тоже смешная история с лошадью во время стендапа. Давай, рассказывай. Да, много было историй интересных. И в том числе стою, как сейчас помню, стендап делают. Там, я не знаю, там пятый дубль. И так в мире существует более там 100 пород лошадей. Вес этих лошадей примерно 250-300 килограммов. В этот момент лошадь поступает мне на ногу. И все. Я чувствую, что она стоит мне на ноге. И я продолжаю автоматически говорить этот свой стендап. Вот, естественно, те, кто стоял за камерой оператора и там редактор еще был у нас. Вот, они стоят просто, укатываются со смеха. Вот, у меня глаза как у этого. Туда вот выскочили из орбит. Вот, я все-таки договорил. И потом в конце такой. Лошадь испугалась и убежала. Да, лошадь только раз, копыть убрала. Я пытался эту ногу потихонечку убрать оттуда, но не получалось. Потом она сама догадалась и убрала. Убляя лошадь. Убрала свое копыто, свою ногу. Ну, вообще, с животными всегда происходят какие-то казусы. Помните ту историю, когда на эфир к нам везли циркачи трех животных на газели? Помните, кто помнит? Да, да, да. Когда обезьянка, когда обезьянка обняла нашего, такой, значит, такой угрюмый был, угрюмый водитель. Не угрюмый, а серьезный. У серьезный, да, угрюмый, серьезный. И эта серьезность под конец встала в два, в три раза еще больше. И, по-моему, там даже дым из машины. Он водил на газели. Да. Он водил газель. Да. И циркачи как раз вот ко мне на эфир напрямую везли трех животных, питона, львицу и обезьяну. И сказали, что внутри газели, ну, невозможно львицу с обезьяной перевозить, можно только питона и львицу. Да, да, да. И там был дрессировщик. А так как водитель газели сидит отдельно, к нему посадили обезьяну. И чем там дело-то кончилось? Ну, кончилось тем, что все таки, все, опять же, все угорают, все смеются. И что такое? Да, вот-то он, водитель нашего, говорит, обезьяна обняла. Или так в обнимку с ними доехала до телекомпании. Есть такие багдасаровые. Они привезли, я их уговорил там кое-как привезти к нам в студию льва. Да, тигренка и львенка, по-моему, вот. И вот это как раз тигренок, пока там шел эфир, как раз новостей, прямой причем эфир. У нас был такой стеклянный стол, значит, с окантовкой, с деревянной окантовкой. Ну, решил тигренок или там львенок решил на этот стол залезть. Он залазит на этот стол, и там стол хрестит, и упал. То есть тоже такая была. Ну, естественно, там сначала все, ай, боже мой, стол, какой стол. А потом все, а-а-а, смешно было. Ну, я помню, мы еще фотографировали с этим тигренком. Да, 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 да. Ну, на самом деле, ситуации бывают во время стендапов очень много интересных. В том числе, когда, знаете, когда там стоишь, делаешь стендапы. Итак, сегодня мы начинаем свою программу. Ну, и здесь раз проходит человек, который вот совершенно, то есть идет, и он думает о чем-то своем, о своей жизни, а здесь раз идет. Вот идет. Ну, и куча оговорок, конечно. Вот Наталья, Наталья, она постоянно смеется над моими оговорками. Почему над двоими, над всеми, почему мы по-доброму друг на другу всегда пошутить, подтронить. Благодаря этому, кстати, я вот уже на протяжении, как я работаю, с 99-го года вообще на телевидении, я вот эти все подборки, все-все-все всегда архивирую, копирую, и у меня очень большая-большая вот эта видеотека вот с этими всякими разными прикольными вещами. Когда кот у меня стендапы делал, есть, я вижу кота, маякун здоровый, вот, а у меня в детстве кошка царапалась, ямская, прям очень хорошо так тоже. А мы ее доставали, заставали, и через год я пришел к другу, она вспомнила, ага, это ты. Вспомнить все. И такая с криками, мяу, долго прям, мне в ногу прям целиком я орал, вот, счастливый класс был. Вот, и вот эту маякуну я держу, вот здесь вот, я, значит, вот рассказываю что-то о выставке, вот, и пытаюсь сконцентрироваться, и потому что у меня напряжение от того, что кот неожиданно начинает смотреть у меня такими глазами. Она полностью поворачивает вот так голову на меня и смотрит. Представь, что он не маленький. Да, он видит еще такой харизматичный взгляд всегда у маякунов. Да, да, маякун, вот, и он смотрит, и вот так смотрит, и все, я понимаю, что все. Сейчас моя фейса будет испокусана, обкорябана и так далее, вот. Были интересные случаи, когда самолет приземлялся, а нам же надо, как обычно всегда, журналистам куда-нибудь залезть ближе, поближе, чтобы там копытом получить в лоб. Вот, и самолет садился, прям легкомоторный самолетик, мы прям стоим возле полосы, а я-то, а оператор где-то метров 10 от меня, то есть, ну, может, там, мы 7 метров. И прям вот видно, у меня глаза, я понимаю, что самолет пролетит, я успеваю сказать фразу, я поворачиваюсь, я вижу, что он-то смотрит в глазок, он не видит, что самолет скатывается и прям ровно летит, и крылом идет на него. Вот, где-то примерно вот так вот они разошлись, я такой встал, у меня прям такой вид был, е-мое, я думаю, сейчас бы крылом его здесь снесло бы. Деталь, я вот когда пришла на телевидение, ты там уже существовал, это вот такое, знаешь, как, что раньше появилось, там, курица или яйцо, вот, вот, телевидение или Рылеев, что раньше появилось, вот в моей жизни Рылеев одновременно с телевидением появился. Поэтому я вот как-то смутно знаю эту историю, как ты попал на ТВ, ты же раньше был кинологом и вообще трудился себе в другой сфере, и вдруг как-то вот свернул на кривую дорожку. Это могу я начать, могу я начать рассказать, потому что, да, потому что она, потому что мы делали пилот, ведущей была Ольга Христенко, этого кого-то. Это, кстати, моя крестная стала потом, вот, и она, и как, и, да, меня по жизни все равно подталкивает, смотри, не бросай, не бросай. Она приехала на съемки, мы какие-то, а мы ездили на соревнования тогда. То есть ты в полиции работал? Или где ты работал кинологом? Я уже не работал в милиции, тогда была милиция, я в милиции проработал с 99 по 2002 год, ну, там, три года, по-моему, вот, и все. Потом я ушел в частное агентство и начал, как раз организовал кинологическую службу, и она была очень такая успешная, удачная, она гремела на весь город. И она как раз приезжала к нам на площадку, мы снимали это вот, где Московское шоссе, раньше было просто заброшенный пустырь, сейчас там парк. И она раз приехала, потом второй раз, а потом звонит мне и говорит, Виталий, а ты не хочешь, она с такой манерой, Виталий, а ты не хочешь случайно повезти, вот, здесь передачка одну, вот, несколько эфиров, все, я говорю, ну, уговаривал меня, ладно, вот. Ну, самое главное, то, что... Ты сначала отказывался? Я думаю, ну, ладно, мне интересно, ну, что же я такой, вот, как бы, ладно, ну, такой, это, вот. Причем, как бы, я такой, ну, не совсем, я уж не такой уж, правда, симпатичный, да, и не перегеничный, вот, а вот, видимо, вот это... Ну, что ты! Да, да, вот эту, видимо, вот эту харизму свою, видимо, вот это все и взял. Ну, и мы поехали с Майк Кабанов на первый пилот, Кабанов, и все, и я этот стендап раз двадцать этот повторял, я выигрывал этот стендап, это был март месяц, как сейчас помню, я потом, наверное, неделю болел, я простыл дико. Пилот показали, мне говорят, все, давай, типа, давай вторую программу, вторую программу, третью, после третьей сказал, не, все, я брошу, мне не надо. Ольга потом, значит, пойми, говорит, ну, пускай-то у тебя будет две профессии, ну, как-то вот так, уговорил, и все. И, в общем, так пошло, 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 БТРК, потом Орион, потом ГИС, вот, потом снова ГИС. Ну, я думаю, тебя часто узнают на улицах, да? Да, была ситуация, где мне приходилось, да, что-то как-то был момент, когда я пошел там на хулиган, надо подавать заявление, потому что, ну, сейчас морд бить нельзя же, да, там, так бы я, так сказать, там, дал бы ему в лоб, и все, на торец. Вот, а здесь сказали, ну, слушай, знаешь, будешь там героем новостей, там, криминальных, ну, зачем надо, ну, ладно. Так жалко и обидно было, что не это, не дали руками помахать, и пошел в РОД, и такой, значит, заходит, вот, дежурный, я говорю, да вот, я вот такой, 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 он, да, а вы, наверное, на телевидении работали, да, а вы ввели программу, и называют программу. Я говорю, ну, да, была такая, туши до хвоста, ушла по хвосту потом, вот, знаете, а я вот вырос на ваших программах, мне так приятно, я так расстроился. Ну, заявление ты принял? Да, заявление принял очень быстро, за это принял заявление быстро. Ну, и потом, различные ситуации-то было? Нет, нет, слава богу, там, ну, так, хулигана предупредили, и он все, и пропал. Понятно, ну, и я знаю, что ты с своей супругой познакомился на телевидении, мы все при этом, можно сказать, присутствовали, и Наташа тоже. Да, 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 у меня жена тоже работала на телевидении, можно сказать, служебный роман. Вот, да, и она тоже, кстати, прыгала, я ее заставил прыгать с парашютом, нет, она просто сама ходила за мной, как хвостик, и прыгала везде, там, с парашютом. Парапланы с парашютом. Она с парашютом прыгала, у нее 14 прыжков, вот, потом на Красном море мы снимали фильм, там, где-то сафари, да, морское сафари, неделю болтались по морю, вот, в открытом море были, на таком, на большом такой яхте, и мы снимали тайфер, она со мной там погружалась тоже на 15 метров, но все время боялась акулы. Я говорю, слушай, ну, ты, она такая худенькая была, такая, ну, какая акула позарится на тебя, я говорю, ладно, еще я здесь. Только я, да. Да, и ладно, я здесь еще такой плотненький мачо. Но она тебе никогда не говорит, Виталий, остановись, после того, как ты в очередной раз ее там тащишь прыгать, откуда-нибудь покорять скалы там или еще что-то. Нет, она сейчас так же катается на горных лыжах, мы два-три раза засезали. Тянулась. Да, тянулась, да. То есть, а куда идет-то, куда? Да, один был такой интересный момент, приезжаем мы куда-то, либо Абзаково, либо Трехгорный называется, вот. А там, значит, такое-то, она первый раз попала, вот, и там, значит, такой, знаете, знак, чайники перечеркнут. Вот, вот, я такая, Виталий, слушай, а здесь что, чай нельзя пить? Я говорю, я так, мне так было, я говорю, ну, Господи, Боже мой. И, Олечка. И куда же ты ее отправил? Получается, ниже пришлось ей спускаться? Нет, мы пошли, поехали по нормальной трассе, да. Ну, что, вот. Ну, то есть, знак, пригласил, что чайникам здесь запрещено спускаться. А дети-то у тебя стоят тоже на горных лыжах? Да, да. Или на сноуборде? И нет, ну, они на горных лыжах показаны, борт, это все-таки такая, более техническая, более, это, посложнее, чем на лыжах стоять. Ну, расскажи о своих детях, сколько им лет, чем они увлекаются, кроме горных лыж? Дочь у меня сейчас ходит большой теннис, посещает тренировки, вот, и я ей сказал, я говорю, доча, я говорю, не ради там первой ракетки. Она говорит, ой, поможешь, я не пойду? Ты знаешь, мне эта первая ракетка нужна, я говорю, ну, ладно, хорошо, не нужна так, не нужна тебе. Вот, я говорю, ну, ты ходи ради того, чтобы просто была у тебя координация движения, это работало. А фигурное катание почему не отдал, раз сам занимался этим? Я, наверное, думаю так, я им сказал, хотите фигурное катание? Сын говорит, ну, да, хочу. А он такой немножко высокий, такой немножко, это, вот, то есть ему явно не фигурное катание, а явно ему там плавание, он занимается плаванием и ОФП, общая физическая подготовка сейчас. Вот, бегает, гимнастикой занимается. Ну, в общем, они спортивные. В общем, не даешь расслабиться всей своей семье, и детям, и супруге? Вообще не даю, вообще не даю. Слушайте, ну, нет, вот, каждую субботу, воскресенье тяну к нам там в рождественное, на велосипедах, на байдарках. На сапах вы еще катаетесь? Да, я уж, если я собак научил на сапах, во время сего, прям недавно совсем, да? Наташа присутствовала разве? Наверное, монтировала только. Да, я это монтировала. Она монтировала, да. Этот шедевр я монтировала. Но собаки не боялись? И собаки там чумовые, конечно. А что, а что, у них выбора нет, понимаешь? Там же Виталя. Там нет, у них выбора нет. У них выбора нет. Супруга прыгала несколько раз, прошу, у собак просто не было шансов. Да, они говорят, нет, все это, вот. Нет, был момент, когда я дочь пытался завести в гимнастику, вот. Ну, а у нас же там как, это вот, есть залы, в которых вот, ну, преподают тренеры. Мне кажется, они не, ну, как бы у них нет вот этого, наверное, чувства, не знаю, там, психологического подхода, там, так далее. Вот, они почему, думают, что каждый ребенок, это видит в каждом ребенке чемпиона, и этот ребенок должен быть чемпионом. Ну, они на результаты работают, да? Да, на результаты. Там я периодически слушаю оры, бедные дети оттуда выходят, пятилетние, шестилетние детишки. Я думаю, ну, зачем это надо? Ну, зачем? Вот. То есть ты за то, чтобы дети гармонично развивались и получили удовольствие? Я думаю, да, 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 это должно быть удовольствие, а не так, что, как бы, вот, тренер, она кричит, вот, с такими глазами у нее, это, на два метра выкатились, и вот, я не знаю, я говорю, я спрошу, а вы, вот, вы зачем кричите-то вот на них, что, что, вы не понимаете, что это детская психология? Ну, понятно, что там большинство преподавателей, наверное, мне кажется, все-таки без образования, ну, там, где-то сами занимались. Наверное, образование у них есть. Очень горячая у нас такая бурная сегодня беседа, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, ребят, за то, что были с нами и за то, что порадовали нас своими удивительными и веселыми историями. Это была программа «За кадром». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова